Светличная смирилась с пенсией Светлане Светличной 78 лет. Она все так же гибко, носит короткие юбки, посещает светские мероприятия, да еще и в сопровождении молодых кавалеров. Однако сниматься и играть на сцене театра актриса, по ее словам, больше не будет. Светлана Афанасьевна давно уже на пенсии, поэтому новости о том, что теперь люди будут тоже входить на заслуженный отдых, ее мало волнуют. У нас в жизни немало всевозможных проблем, так что всем, кто беспокоится о повышении пенсионного возраста, я советую относиться к этому как к досадной неприятности, которая не в нашей власти. Постарайтесь подольше быть в хорошей форме, как я, чтобы старость не казалась вам наказанием, улыбается актриса. По словам Светличной, ей на жизнь грех жаловаться, и при советской власти в доставке жила, и сейчас не бедствует. У меня всегда в доме была икра, красная и черная, мы хорошо жили, рассказывает актриса. Поэтому и не может она понять сцена для тех своих коллег, которые жалуются на нищету. Мне лично московский голова Сергей Сеганин добавил к пенсии 30 тысяч рублей. Красивых женщин он любит, поэтому и добавляет, смеется Светличная. По его распоряжению, все заслуженные и народные артисты до конца жизни получают такую весомую прибавку. Это гораздо больше, чем моя пенсия, конечно. И лишние деньги мне не помешают. Платья красивые купить, прагмачке помочь. Кроме того, актриса неплохо зарабатывает, приезжая на различные кинофестивали и устраивая творческие вечера, где рассказывает про жизнь и фильмы, в которых довелось ей сыграть. Многие думают, что я сняла столько двух ленток, в бриллиантовой руке и 17 мгновениях весны. Издыхает Светличная. Пусть так думают. На самом деле в моей кинобиографии почти 40 картин. А вот новых киноработ, последние «Девушка и смерть» вышла в 2012 году, с участием Дивы советского экрана ждать не приходится. Я завязалась в кино. Мне оно больше не интересно, заверяет Светлана Афанасьевна. Да и здоровье не позволяет. Так болит нога, что с трудом хожу. Зовут меня и в театре, предлагают разные роли. Я всегда отказываюсь, трезво оцениваю свой возраст и внешние данные. Пусть играют молодые. Мне гораздо важнее, что люди меня помнят и любят, подходят и говорят теплые слова. Значит, все, что сделала в этой жизни, было не зря.